Добрый вечер С Божьей помощью, постоянной Много писем, много вопросов Поступают они и в прямом эфире, как вы знаете Поступают они заочно, по телефону и в письмах передо мной лежат Ну, в студии главный редактор журнала «Православная беседа», на который, надеюсь, вы все подписались в этом году Валентин Лебедев А вместе со мной, постоянный соведущий, хотя и бывают у нас другие, очень нужные гости, эксперты Вот, но сегодня у нас постоянный соведущий, отец Александр Мартыненко Мир вам, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж» Да, ну вот я не случайно так долго нас представлял Почему? Потому что, собственно, прошлая передача, прошлый вторник Эфирное время, вернее, не передача Не исчерпало всех вопросов А говорили мы о, ну, особенно для наших женщин, а не только О теме важной и крайне волнительной О том, как выйти замуж И не первый раз об этом говорим за год И в разном составе Вот, и о тех проблемах, вопросах, как теперь говорят Которые связаны с этим непростым делом Жизненно важным делом для всех людей Ибо, как мы знаем, все-таки Брак — это жизненное задание Данное Богом человеку Вот А с другой стороны, реализуется это В наше время Всегда было непросто Вот Но в традиционном обществе Все-таки вопрос был накатан Святки, родители Начальники, наставники Односвечане Или Городская какая-то общественность Если речь шла о мещанах Предположим, дворянское лесобрание Люди женились и никуда Вот, свыкнутся, слюбятся Хотя, как мы говорили в прошлой передаче Уже, конечно, в 19 веке В начале 20-го, конечно, уже И знакомились, и любили Но сейчас все поменялось Вот об этом мы говорили И с нашим психологом Две передачи подряд Директором центра Православная семья С Ирина Анатольевна Рахимовой И с отцом Александром В прошлой передаче Вот у нас остались вопросы Все-таки психологу мы задаем Немножко одни Вот, хотя пересекается А священнику другие Вот мы не успели все раскрыть Поступают дополнительные вопросы О Божьей воле Которая связана с браком Батюшка стал про это рассказывать И хорошо пояснил, что часто мы Почему-то Божьей волей Конечно, объявляем свою Ну и в делах знакомства С целью продолжить серьезные отношения И заключить брак Ну и в других тоже Но мы сейчас говорим про эти И вот вспомнилась история Которую я хотел рассказать в прошлый раз Очень короткая Как действительно Батюшка прав Сами объявляют Свою волю Божьей А тем более Когда Ну Тема церковная Ведь есть содержание Любого фильма Любого дела Бывает тема Вот Что более поверхностно Ну прям православные люди Сугубо женщины Ну это и хорошо И слава Богу Вот Пытаются найти Мужа там В церковной обстановке Жениха Где-то А не на стороне Далечь И это хорошо Хотя как говорят наши психологи Не всегда Ну вот тут Объявили храм в одном монастыре Это реальный случай Батюшка Это я вам отец Александр говорю Местом где можно познакомиться Я спрашиваю А почему Там что Какие-то курсы Тоже центр семьи Ну может быть там Не знаю В некоторых храмах сейчас Ведь И путешествия И школа для взрослых И Хорум поют Вот я например Хожу в такой храм Ну Активная жизнь Необыкновенная Надо сказать Литургическая тоже не угасает Это не то что Все заняты Какой-то общественно-концертной деятельностью Нет Я говорю Там так вот что ли Познакомиться-то муж Да нет Такое место чудесное Это монастырь Н В храм приходишь Там подруга мужа нашла Я говорю Ну а вы-то что как Уже тоже Жених есть Я говорю Как Поехал и жених есть Да Ну как выясняется Не буду рассказывать Мало ли человек Может слушает Жених-то еще не знает О том что он есть Вот Вообще ничего не знает Возраст разный Вот И вообще Еще молодой человек Который Ну прислуживает Так я опять Некоторые реалии Скрываю В этом храме Никто ни с кем Ну уже есть Вы понимаете Вот Что это такое Ну слава богу Что не знает Может быть Никогда и не узнает Да действительно На предыдущей передаче Мы как-то отклонились От стандарта Обычно Когда возникает речь О знакомстве О замужестве Или наоборот О женитьбе О том Как выворить Где Что И прочее Прочее Вспоминаются советы Различные наставления Абсолютно правильные О том Как надо искать человека Искать близкого по духу И прочее Но при этом Исходит Правда Из Одной Одной посылки Которое не обсуждается О том Что есть воля божья Выходить замуж Или жениться А если нет Тогда На эту тему Говорить просто Не хотят Потому что Понятно Это больно Особенно женщины Особенно больно Это больно Как говорится О печальном Лучше не говорить Но Прятаться от реалии Жизни Это правильно или нет Как это отразится На духовной жизни Человека Если он Вместо того Чтобы вести Полноценную Насыщенную Духовную жизнь Превратит ее В погоню За химерами Если нет Воли божьей Ну конечно Когда мы говорим О воле божьей Тогда возникает Центральный вопрос А как же Эту волю Определить Вот есть Теоретизировать И философствовать На эту тему Можно бесконечно Долго А вот как В конкретном случае Есть воля божьей Человеку Выходить замуж Или жениться Или же Наоборот Надо смириться И как-то Свою жизнь Организовать Исходя из реалий Как определить Наверное Самый Такой Точный Ответ Все Получают Когда готовятся К причастию Вот есть Покаянный канон Там из трех канонов Если помните В одноме канонов По-моему Там шестая песня Там прямо Открытым текстом Дается ответ На этот вопрос Вот сейчас Попытаюсь ее вспомнить Воспринимая Каянный человечек Богу Воспомянул Свои согрешения Припадай ко Творцу Стезя И стеня Той Яко милосерд Дасте ум Знате Волю свою Это покаянный канон Покаянный канон Да По-моему Шестая песня Один Из тропарей Вот здесь Каждое слово Имеет вес Ну что значит Обратиться к Богу Воспомянул Свои согрешения И слезя И стеня Это речь идет О покаянии То есть Человек Не раскаявшись Не Вряд ли Узнает Волю Божию Кроме того Как же Господь Бог Эту волю Открывает Каким-то чудесным образом Друг озарением Видениями Или как То есть Тоже отдается ответ Дасти ум Знать и волю свою То есть Как это Это его Господа Бога Дело Он найдет способ Как вас Известить Вряд ли это будет Какие-то чудесные явления Потому что Для нас Для нашего Самолюбовая Да уж Очень Это Не полезно Ну Самое главное О покаянии Корее Зашло А какого же Наше покаяние Вот когда Мы Вот в наши времена Читаем о покаянии Не древние Потерики А вот Нашего современного Человека Очень честно На ум приходят Если помните Такая была Замечательная сказка Ленида Филатова Про Федота Стрельца Удалого Молодца Если помните Там в эпилоге Когда Есть такая фигура Генерал Который тоже Приносил покаяние И вот такие слова Говорил Что Все приму Ссылку Каторгу Тюрьму Но желательно В июле И желательно В Краму Вот такой Парадигма Покаяния К сожалению Смех смехом А это реалия Нашей жизни Мы готовы Каяться То есть Говорить о покаянии Мы готовы Даже лить слезы Но эти слезы Насколько не имеют Действительно Отношения к покаянию Вопрос Весьма Проблематичный А самое главное Что свое покаяние Мы обуславим Естественно Целым рядом Перечней Требования К Господу Богу Которые он должен Выполнить Дабы Мы приняли Его волю А поскольку Мы сейчас говорим Именно о Такой вот Болезненной Теме Как найти Вторую свою половину Уж не в одной Там Одну или другую То Здесь Это особая Актуальность Не хочется Считать Что ты И воля Божия В отношении тебя Не создавать Семью Не хочется И все И отсюда Будем делать Все что угодно Ну Батюшка Вы об этом Отчасти говорили Да Но теперь Перейдемся А как же все таки Ну Проблемата Как же все таки Искать волю Понимаете Вот Святитель Игнатий Бричанинов Очень много Писал По этому поводу Он писал В частности Что в наше время Это в его время Не в наше В его время Не дано Знать Волю Божию Так открывать Господь Бог Не открывает Волю Так как Это он делал В первой Веках Христианцев Когда люди Просто знали Когда такой Дар Как Дар Рассуждения Был весьма И весьма Распространен Сейчас мы Этого практически Не видим А что такое Знать Дар Рассуждения Дар Рассуждения Это вот если по Иоанну Лестничку Если помните Это знать Во всякое Время Во всяком месте При всяких обстоятельствах Как раз Волю Божию Этот дар Практически исчез Как же практически Тогда нам Искать Волю Божию Вот святитель Игнатий Советует Исполняя Заповеди Божии И посоветую Единодушного Брата Конечно До этого Он очень много Говорит именно О послушании О старцах И учениках Ну конечно Кто-то скажет Что это больше Относится к жизни Монастырской А мы же люди Так сказать Светские Мирские У нас свои условия Да Это все действительно так Но понимаете Волю Божией Она Что в отношении Монаха Что в отношении Мирского человека Одна и та же Конечная Чтобы каждая тварь Спаслась А вот все остальное Это пути Вспомним И Более близкого К нам по времени Нашего подвижника Игумена Никона Воробьева Да Который тоже ссылается На Игнатия Бричинина Но при этом Добавляет Очень неутешительную Для нас Такую фразу О том что К сожалению Он советует Пользоваться рекомендациями Святителя Игнатия Но при этом Добавляет К сожалению Очень многие Его советы В наше время Уже неисполнимы Таковы Наши реалии Поэтому Молитесь Чтобы Господь Дал ум Открыть Волю свою Смотрите на обстоятельства А самое главное Если вы хотите Действительно Найти волю Божию Надо быть Беспощадным К самому себе Так чтобы Так сказать Не В Крыму И не в июле А так Господь даст Вот отец Александр Вот очень хорошо Вопрос Насчет беспощадности У нас даже Вот разговор Сейчас Опять Вопросы Начинают поступать Такие Ну Негласные Уходят Совсем же В серьезную сторону Потому что Мы заговорили Действительно О воле Божией И О том Как человек Сам решает Сам как бы Представляет себе Что это такое Вы второй раз Уже говорите Конечно О том Что есть воля Божия Скажем Ну Не быть Женатым Или не быть Замужем Но все-таки Таких людей Ну согласитесь В мирное время Когда нет войн Или каких-то Катастроф Ну В городах Ну не большинство Ну вот тут Другой вопрос Вы сказали О Смирении Практически Ну по крайней мере Если не очень духовном То бытовом Вот тот вопрос Ведь какой Вот Женщины Очень часто Ну молодые женщины Вот мы встречаем Их которые ищут И жалуются Что вот не могут Найти А в этом проблема Больше чем Мужчины Хотя тоже не могут Жениться Вот Они все время Ссылаются на то Что мужчины Найти Понимаете Вот это вот Они говорят Про волю Божию Ну как Мы сейчас говорим Только про православных Людей Насколько глубоко Болосерковленных Это уже вопрос Другой Вот И все таки И даже глубоко Вот Рассказ один и тот же Вот абсолютно церковная Церковная женщина Молодая Хочет выйти замуж Ну что ж ты не выходишь Там образно Татьяна Мария Так где же А чтобы был С чувством юмора Не как Г Ну и с хорошей работой Хотя молодой Желательно Ну это не все прибавляют Но многие тоже Достаточно Уже Нет конечно Мы не корыстные Достаточно Состоятельные И дальше вырастает И дальше вырастает Такой набор Согласия с волей Божией Который ничем не отличается От требования К свахе В простом Средском А иногда даже Не очень приличном Вот этом бюро знакомств Хотя и в приличном То же самое Как сказала одна Директор психолог Ко мне говорит Такие женщины приходят И такие требования Что я говорю Слушайте так резко А вы то кто Вы соответствуете этому Вы что хотите то сами Так вот мы не про них Мы про наших И вот ходят Что делать Где же здесь Воля Божия Смирение Что такое это тогда Любовь И каким тогда должен Этот жених Или это Фантастические представления Или далекие От так сказать Православного представления О жизни А если Духовный отец скажет Женись Выходи замуж За Г Все сейчас скажут Нет Ну нельзя же не неволить Расскажите пожалуйста Дело в том что Если духовный отец скажет Иди Женись А ты в общем то Или выходи замуж За этого самого Как вы назвали Я думаю что Лучше воздержаться От исполнения Мгновенно Такого предписания А если люди же знакомы Все таки Нет Если знакомы Если есть желание И если Есть Совет Именно Именно духовного наставника Который знает вас Долго Не тот Которого Вы назначили Как часто Мы встречаемся С такой ситуацией А вот У вас есть Духовный отец О да Есть И называется Имя Какого-нибудь Очень Именитого Либо Священника Либо Монаха Либо Все Он у меня там На фоне Чуть ли не В затворе сидит Соответственно Возникает вопрос А вообще-то Как вы общаетесь Вы просто его назначили А он хоть знает Что он у вас Духовный отец И прочее Мы говорим Действительно О нормальной ситуации Когда И священник вас знает И ту и другую сторону Но он не будет Говорит Женись Если действительно Здравомыслящий Священник Он скажет Что Не будет вам Давать указания Он Одобрит Кандидатуру Скажет Да Этот человек Мне кажется Хороший Но решай Все равно Ты Потому что Жить тебе И все последствия А последствия Если вспомним Опять первое послание Коринфянам Апостола Павла Которым На предыдущей передаче Вспоминали Тот Который обычно Не любит Вспоминать Вот эти слова А мне Вас Жаль Это адресовано Для тех Кто Вышел замуж Или женился Даже если Брак Это счастливый Потому что Вот эти скорби Эти искушения Этот крестоношение Это единственный Крестоношение Это единственный Путь в Царстве Небесное Поэтому Если ты выбираешь Пусть семейная жизнь То Тоже быть Готов И что Это тоже будет крест И поэтому Когда вы предъявляете Вот этот огромный Перекин Список Конечно Может быть Поумерить аппетиты Это раз Во вторых Есть еще Мы упоминали Волю Божию И тут я вспомнил Сейчас во время нашего разговора Довольно Ну Некоторое время назад Я общался С своим одноклассником У них как раз была Там с женой 30 очередная Какая-то там Годовщина свадьбы И он говорит Слушай Я вот в этой жизни Вообще Считал что понимаю Уже жизнь прожил Опыт какой-то есть А понял что Я не понимаю ничего В чем дело Вот мы с женой На годовщину Стали вспоминать Тут я вспомнил Что когда я собирался Жениться У меня был такой перечень Идеал Какая же должна быть Моя избранница Начиная от цвета И длинный волос И кончаясь там Фигурой Ну внешние И так сказать И душевные качества Говорит Женился Моя жена Во многих То что касается внешности Полная противоположность Моим мечтаниям Почему я на ней женился Я объяснить не могу Но Как бы то ни Мы прожили уже столько лет Мы в общем-то Толком даже поругаться Ни разу нам не удалось Не успели Ну не успели Уже не смогли Но и это еще не самое главное Когда я рассказал Вот это вот своей жене Она засмеялась Говорит Слушай Так у меня же аналогичная ситуация Вот как это объяснить Мы думаем одно А получается другое Но вот все-таки Ближе к нашей теме К нашей жизни Когда говорят о том Что благословить Не благословить Все-таки спрашивают Благословения многие Конечно Благословение обязательно Любое Ну то есть Есть и знакомые А вот этого набора Качеств Мне хочется подвести Потому что очень часто Нас спрашивают Ну вот вам конкретно Все-таки Ответьте А то психологи сидят Священники сидят Ну вот ходят Вот познакомились Да Вот православные люди О мере церковленности Мы еще раз Мы еще раз не говорим В каком городе Не говорим Вот они ходят Не то что маются Ну понятно что Отношения серьезные Но вот того набора О котором А главное Этого светлого Почему я все время С этим чувством Как бы Вот ни одну передачу Пытаюсь Ну смешно конечно Бороться Вот у нас вопрос Хороший поступил От Игоря Сейчас и потом Раба Божьего Вот с этой любовью Влюбленностью Вот чего-то не хватает Ей И ему Но они уже знакомы И священник Ну Не старец Сафона В письме И не Так сказать Ну Исповедник может быть Или все-таки Духовник Говорит Да Надо вам жениться Надо жениться Выходить замуж Еще раз Если вам говорят Строго Да Или нет Да Вот когда нет Вот священник Объяснит Почему да Или почему нет Кстати вот А если нет Если не объясняет Нет А если нет Он может объяснить Ну если нет Он объяснит Что его настораживает Он не скажет Нет Не женись Он скажет Меня смущает В таком ключе В таком контексте Некоторые И перечислит обстоятельства Которые ты Должна обратить К него Не прежде чем Сделаешь выбор Вот в чем дело Ну Кроме того Ну может быть Скажу Несколько Крамольную вещь С точки зрения Романтики И любви Ну вот Действительно Для такой вот Счастливой Семейной жизни Может быть Вот эти Пылкие чувства Которых так часто Не хватает И которые Очень часто Ставятся Именно первое место В поисках Своей половины Женщин особенно Женщин особенно А не найдя их Считают Что это не их О том Что гораздо Большее значение Имеют другие факторы А именно Первое Желание Создать Счастливую семью Не жить В своих страстях То есть В этих возвышенных чувствах Которые сегодня есть А завтра Их не будет Кроме Потому что Надо учитывать Что Когда вам 18-20 лет Вы выглядите по одному Когда вам 30-40 И так далее Вы выглядите Вы выглядите уже Совсем по другому И ваша половина Будь то Муж или жена Тоже выглядит по другому То есть Вот эти все Возмышленные Пылкие Чувства Которые по сути Являются всего лишь Таким бурлением Страстей Причем Страстей Как правило Если называть вещи Своими именами То это Они имеющие отношение К блудной страсти Хотя принимают Они как раз Именно такой Романтический вид Окраску И Ну ими восхищаются Это же Да Это свойственно юности Это Очень жаль Если человек Это не пережил Это может как-то Если правильно Человек переживает Это Господь так дает А дает он По желанию человека То это как-то Ну немножко Человека Ну где-то Окрыляет Где-то Где-то Улучшает Да Это страсти Но через это Надо пройти Но Если человек Пытается в этих страстях Прожить всю жизнь То он обречен На неудачу Поэтому Желание Создать действительно Счастливую жизнь Должно быть Невзирая на что Первое Второе Должно быть Желание может быть Так Что я как потребитель Вот Выбрал И ты вынедополож Несчастливую жизнь Это еще одно Заблуждение То есть Желание означает Мы много говорили о любви О том что человек Должен потерпеть Здесь я могу посоветовать Как раз Почитать Сейчас очень много Издается Поиск Святогорца Различные там Книги Ну и его Ответы на вопросы Именно касающиеся Семейной жизни Там очень много Такого Интересного И И полезного Можете найти Почему так часто Например бывает Что один человек Вроде как Поцерковленный И верующий И прочее И ищет Такого же А женится Или выходит замуж За человека И на их взглядах Почему так происходит Начинается между ними Отвечает Что один должен Тянуть другого То есть Речь идет о труде Поэтому Мало желать Надо быть готовым К этому труду И вот В том случае Если вот эти Две Это самые два главные На мой взгляд Конечно Качества Если они присутствуют И у мужа И у жены То все остальные Разница характера Может разные вкусы Разный темперамент И прочее Эти вещи Да Со скрежетом Но как-то Они нивелируются И семейную жизнь Создать возможно Если же это Желание Одностороннее То оно Вряд ли Сможет быть реализовано Нет Конечно Существуют Мученики Которые будут Терпеть до конца Есть было И будет Честь и хвала Но мы Рассчитываем На Говорим об Обычных Людях Да Про счастливые То есть Если одна сторона Не желает Если она Либо потребительское Отношение Либо Нежелание И нежелание Трудиться Нежелание Терпеть Брак Может быть Расторгнут Распадется Даже если он Венчан Спасибо Атех Если сейчас Будет вопрос Такой У нас Передача Для взрослых Все-таки Людей Вот И очень часто Это не молодые Даже Женихи И невесты А их родители И люди Которым Так сказать Уже пришлось Хлебнуть Много лет Если не горе Конечно Слава Богу То Всяких Испытаний Напоминаем Наш телефон Радиостанции Радонеж В середине Передачи Прямого эфира 8495 Это преамбула Дальше Основной телефон 959 59 39 959 59 39 Вопросы Поступают Уже В письменном Виде У микрофона Отец Александр Мартыненко Который Рассказывает Нам сегодня Уже Продолжает Рассказывать О Божьей воле Связанной С мужско-женскими Судьбами Вот Ну и вот Я с ним беседую Валентин Лебедев Редактор журнала Православная Беседа Вот вы сказали Сейчас И у нас вопрос был От Радиослушателей Я уже его сам Сформулировал Коротко В прошлой передаче Мы не ответили Вот На несколько возрастных вопросов А также на разное Не то что чудачество А хуже В определенном возрасте Причем Как мне кажется Оно действительно Такое стереотипное Вот вы правильно Сейчас как-то сказали Мне кажется Романтика Любовь Когда проходит Влюбленный Сродни блудной страсти Вот был у нас Такой разговор Ну вот В одном возрасте Одно В другом Другое Ну вот Да Девушки хотят полюбить Обязательно Так как они считают Им нужно Чтобы выйти замуж И ищут Свою любовь А вот мужчины В определенном возрасте Лет 55 Как действительно правильно Написано было В вопросе Они считают Что прожив с женой 20-30 Там 35 лет Ну Наверное Все исчерпали И у них появляются Одни и те же Так сказать Невесты Ну так скажем Кого в кавычках У кого прямо Но всегда Почему-то не 50 40 даже Летнего возраста А 25 27 Вот они считают Обязательно Что вот их посетило Сейчас Будучи православными Тоже Хотя и не всегда Конечно Это касается вообще Всех Вот сейчас Любовь Странно Что Всем избранницам Примерно Ну вот Лет 20 С небольшим Лет на 30 Они Младше Старовато уже Старовато Вот как быть Как быть В семье В этой ситуации Ведь приходят К священникам Беседовать Я знаю Вот у меня Знакомый Протеречья Наши редколлеги Рассказывал Да просто Массово идут Батюка Скажите Как мне быть Полюбил Я говорю Сколько тебе лет Василий Ну я знаю Примерно Ему лет 50 Там вот 5 6 8 Да Сколько ей Да вот Это 27 Ага Ну говорит Я другого От тебя И не ждал Вот Ясно Что я не 60 Вот любовь Ли это И что Как быть Вот с этим Православные люди Если вспомним Как на Жаргоне Молодых Этих Девиц Как называются Вот такие Вот мужья Они называются Папиками Если вы думаете Как правило Папик Должен Иметь Неплохое Денежный доход Для того Что он мог Делать Как минимум Богатые подарки А лучше И содержать Этим Все Сказывается Какой совет Ну я конечно Не поклонник Аллы Пугачева Но помните Такие Если ты решил Жениться На молоденькой Паспорт свой Открой И посмотри Прежде чем Делать выводы Ну а Страсти Которых мы упоминали Да Они проявляются По разному В каждом возрасте По своему Вот в возрасте Когда тебе уже Так За Или пот Пятьдесят А то и больше Да Она проявляется В том Что Мужчине Хочется С одной стороны Осознавать Что годы Берут свое И на голове Уже так сказать Растительность Весьма Оскудела Как правило Но хочется Хочется быть еще Дон Жуаном Чувствовать себя Что он еще Так сказать Перец Крутой Как можно по разному Называть Развородными Разваниями Да 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 Но результат Будет один Это попытка Себя Как то Утолить Свою тщеславие О том Что он еще На много чего Способен Но как правило Его просто-напросто Используют В своих Красных целях А потом Точно так же Бросят Любой священник Наверное Приходской С этими Встречаются Я обычно На такие вопросы Ну задаю Вопрос Ну представь Хорошо Сейчас ты бросишь Свою престарелую жену Которая Тебе ровесница Женишься На вот этой Молодой Ну ладно Поживете Вот не знаю сколько Потом ты ляжешь В постель Господь тебя уложит Тебе надо будет Выносить Из-под тебя Горшки Подавать тебе водичку Ты будешь Кряхтеть Плакать От тебя будет И запах Соответствующий Исходить А ты уверен Что вот это Двадцатилетние Они скажут Слушай Зачем мне Тратить жизнь Ты свою молодую За вот эту развалину Пойду-ка я найду Себе Ровесника Или папика Помоложе Или ровесника По крайней мере Все Напрыгалось Пора создавать Братся за ум Создавать всю семью И что А вот твоя Жена Которая тебя любит Она тебя И такого любит Она будет Все это делать Поэтому Подумай Прежде чем Решать Слушаются они Священник Вы знаете Страсти Особенно блудные Такая сила Что Редко Слушаются Редко Слушаются И все-таки Влипают в ситуацию Влипают в ситуацию Как правило Вот у нас вопрос Отец Александр Да Давайте Мы слушаем вас Здравствуйте Добрый Добрый Скажите пожалуйста А как понимать Смирение По православному Дело в том Это вопрос Вы закончили Да Формуру Да Да Вот Вы понимаете Смирение Оно есть смирение А вне православия Смирение Не существует Смирение Это Отказ От своей Воли И предоставление Самого себя На волю Божию То есть Готовность Исполнять Ту самую Волю Божию А здесь Мы То с чего Мы начали Передачу Упирается Еще От эту Волю Божию Надо Знать Иначе Есть Большое Такое Вот Искушение И опасность О том Что Человек Будет Исполнять Не волю Божью А Волю Другого Человека Причем Волю Греховную Но при этом Мнить себя Что он Исполняет Именно волю Божию Вот это Вот большая Опасность Поэтому Мы видим Тут Не замкнутый Круг Но смирение Это Действительно Смирение Это дар Божий А дар Божий Господь Дает Не исходя Из каких Там Соображений Этому Дала Этому Не дала Как говорится Как в сказке А тем Кто Этого Ищет Искренне Стремиться И искренне Над этим Работает Да Ошибки Неизбежны Есть Были И будут Это тоже Надавать себе Отчет Ужи Иметь ум То есть Рассуждение Хотя бы Изредка В каких-то Вопросах Не говорю О даре Рассуждение Которое Мы вспоминали Это тоже Великий Дар Божий Но Ищущий Человек Да не Будет Посрамлен Вспомните Толците И отвергите Вам Это Господь Обещал Если Как Говорить То так Спасибо Да У нас Вопрос Такой По теме Передачи Но Кто же Вообще Аскетический А вот Мы про возраст Значит Заговорили Ну вот Понятно Нам с этими Мужчинами Скорее всего Что их ждет А вот Другой Совершенно Нормальный Мы же Сейчас Про Все-таки Брак Говорим Мы же Никогда Не выясняли Между прочим Ни с психологами Ни с пастырями А какого возраста Должны быть Люди Лучшего Ну вот Лучшие Я читал Такие Ну Светские Я думаю Общечеловеческие Современные Выкладки Что он Должен быть Старше Ее Лет на 7 Вот так Вот на 5 Не на 25 И не младше Вот Елена Сначала Вопрос Ответим Давайте Мы сейчас Я начал Задавать Вопрос Пожалуйста Говорите Потом Может быть Объединием Добрый вечер Мне кажется Эта тема Очень Такая Знаете Невозможно На эти вопросы Ответить Но Тут Главное Как Человек По Божьей воле Божьей воле Это исполня Заповеди Для чего Человека Семья Чтобы Воспитывать Детей Или Чтобы Там Богатство Там Ему Нужно Все Удовольствие А вот Если Понимаете Про любовь Вы не говорите Почему-то Потому что Если человек Имеет Любовь То он Крест свой Нести Будет Очень Легко Спасибо Ну Я Позволю Так себе Немножко С вами Не согласиться В каком Плане Понимаете Любовь Ну Видимо Мы В теме Нашего Разговора Говорим Именно Супружеское Любовь Да Ну конечно Да Любовь Это то Что Может Возникнуть А может И не Возникнуть Между Супругами После того Как пройдет Влюбленность Вот в чем Дело Да Она Не возникает До Свадьбы Она не возникает Во время Она возникает Результат Труда Взаимного Труда Двух Супругов Еще раз Напомню Что В Евангелии Есть такое Слово Супруг Волов Если помните В притче Когда Господь Звал На брачный Пир Гостей Вот Супруг Это два Вола Впряженные В одну Повозку Вот эта Повозка Это Семья Повозка Должна Двигаться Никуда А бы куда А в царстве Небесной Если по воле Божией И вот Надо быть Вот этим Два Вола То есть Два Супруги Будет она Двигаться Только в том Случае Если оба Берут На себя Вот эту Тяжесть Тяжесть Этой Повозки Которую мы Называем Наши грехи То есть Наше Я В котором Так тяжело Человеку Расставаться Да Вот строгий Ответ Этой женщине Действительно Импульсом Таким Побудительной Причиной К созданию Семьи Есть влюбленность И если б не было Влюбленности Я боюсь Что Наверное Половина Семей Бы не Просто не состоялась Ну Так Господь Устроил Влюбленность Это тоже Мы вспоминали Разновидности Ну Будем назвать Вечи своими именами Вот этой самой Блудной страсти Но С положительным Знач Ну Насколько она Условно положительна Страсть Она и есть Страсть Мы люди Страстные Мы Без страсти Если вы вспомните Планную лестничку Это самая верхняя Ступень Да Так у нас Следующий вопрос Да у нас еще один вопрос Пожалуйста Алло добрый вечер Приветствую вас Добрый вечер Спрашиваю в нем Кирилла и Марии Сергея Ранинского И вот Может быть Два вопроса Первое Что хотелось Сказать Я посмотрел В словаре То есть У нас был разговор Об обрядах Что Тайство и обряд По словарю Ожогу Это одно и то же И второе Что Хотелось бы Задать вопрос Может быть Вот вы Валентин Владимирович Говорите И вам непонятно Почему мужики Стараются Жениться А что тут непонятного Если женщина Уже в пожилом возрасте Она не может рожать А вот если Вот он женится На молодой У него будут еще дети Если Они не поимели В свое время Детей По каким-то причинам В том числе И по вине жены Может быть Такое Такое может быть Вот он и будет иметь Наследника После него Останется Согласно Библии Как говорят И второе Вот еще А верно Эти браки Вы говорите Что вот молодые Будут женжены Изменять пожилым Вот такой фильм Был английский В 70-х годах В середине Леди Каролина Лэм Вот там Показан Как раз Известный Байрон Леди Каролина Лэм Которая изменяла Своему мужу С этим самым Байроном Так что И Вот эта история Очень интересная Что можно Изменять и Молодому мужу Вот причем Мне женщина Она говорила Посмотрев этот фильм Она посмотрела Ох Это идеальный Мужчина Которому Можно Изменять Спасибо Мужчина Мужчина И в связи с этим У нас вопрос Все время У меня К отцу Александру Такой положительный Катафатический Если говорить Про богословие Конечно Несколько не о том А разница в возрасте Но другой Вот я только напомню Еще раз телефон Наш Это 495 В студию Который Ни один На то На то И правило Она работает Почти всегда Исключение Это исключение Поэтому для данных Для данного случая Учитывая 20 лет 20 лет разницы В чем Можно ли говорить О единомыслии Если с одной стороны Еще пылка Юдность А с другой Уже сформировавшийся человек Я очень затрудняюсь Положительно Ответить на этот вопрос Ну а Что касается Венчания Вот Все таки Есть ограничения Сейчас Канонические Все таки Ну хорошо 20 и 40 20 мало совсем Ну было бы и 27 А ему там 60 Вот так вот скажем То же самое Как вы относитесь Вообще В принципе Разница в возрасте Должна быть Как мы и начали говорить По современным установкам Лет в 5-7 Или равнозначная Или все таки Может быть В продолжении вашего вопроса Которого я так до конца Даже не успел Сформулировать Понимаете Когда слишком большая Разница в возрасте Надо отдавать себе отчет Что могут возникнуть И большие сложности Когда один из супругов Естественно Теряет силы быстрее А второй еще полон сил физических В именисту родовую жизнь Да То есть Достаточно Смогут ли они Собладать данной ситуацией Чтобы не пустить Скорость во все тяжкие И Не наломать дров Вопрос По поводу Как я отношусь Вы знаете Когда Мне задают такой вопрос Хоть Ровесника Хоть Большая разница в возрасте Я не имею Не считаю себя В праве Говорить Что ты обязан Должен Или не должен Я считаю Своим долгом Объяснить сложности В ситуации Которые могут возникнуть А дальше уж Пусть принимают решения сами О некоторых сложностях Мы упомянули Разница в физических силах Это раз Разница во взглядах И в жизненном опыте Это два Ну и кроме того Что если тебе 20 лет Надо отдавать отчет Что ты еще не в состоянии В общем-то Как-то может не обидно звучит Принять Достаточно взвешенное Самостоятельное решение Это три Поэтому Если уж действительно Как-то что-либо Подождите Подождать Лучше не надо Да Я думаю Что в подавляющем Большинстве случаев Это будет вспоминаться Как ну некий Такой вот Эпизод жизни Который Вот Был и прошел Ну вот конкретные Еще у нас один конкретный Дорогие радиослушатели Ответ пастыря А то у нас Уже есть претензии За несколько передач Что Конкретных нет Ответов Вот все Ну да Надо смиряться Надо больше молиться Это нам православным Понятно А вот что делать Конкретно Да по поводу молитвы Тоже не все так просто Касается именно Поисков своей половинки Но у нас Еще раз вопрос Давайте Мы поговорим Сегодня в следующий раз Насчет молитвы Когда мы говорим с вами Мы говорим Более о духовной А не психологической Стороне Жизни Да Пожалуйста Спрашивайте Алло Да Я вот хочу вам сказать Что Вот В нашей стране У нашего народа Утеряна Самобытность народа И культура Утеряна Вот наши родители Наши дедушки Бабушки Вот У них были Семьи большие И была у них Любовь настоящая Божественная А сейчас Конечно Растление Идет нашего народа Нет песен наших Русских По радио Ничего нету И вообще Народ отошел Или его отвели даже От его культуры От самобытности И потому Вот у вас сейчас Передачи Вы это обсуждаете Спасибо большое Совершенно Я думаю Отец Александр Я вот согласен Как бы все время Пытаюсь Слабеньким умом Так сказать Проанализировать И намекнуть Что Что на все беды 50% разводов В городах Ну В провинции И 75 Настоящих браков Имеется ввиду Еще раз Приходится Наше время повторять В больших городах Это конечно Вследствие развала Того что мы называем С вами Православные люди Традиционной Жизни Традиционного Образа жизни В связи с этим Вопрос к вам Отец Александр Ближе Так сказать К свадьбе И традиции Вот такой важный Поступает А вот Вот Такой интимный А девственность Невесты Невеста Неведующая Да Она Обязательна Почему невеста Раньше всегда Хранила Девственность Должна ли сейчас Хранить Является Это главным Камнем Преткновения Для того Чтобы жениться Скажем Православной Девушке Ну потеряла Вот все таки Так Выходить замуж За православного Юношу То есть Вот этот вопрос Который всегда Веками был Важен В наше время Как бы не так Важен Тоже ли мы видим Что православные Люди Относятся К этому Сопределенным Трепетом В чем тут Как бы Вот суть Так скажем Как пастырь С определенным Трепетом Это наверное Все таки Относятся Люди Нашего С вами Возраста В современной Молодежной Среде К этому Относятся Гораздо Как-то Спокойнее Не просто Спокойнее Не делают Из этого Проблему А надо Делать Проблему Правильно Это Неправильно Вы задали Вопрос Как относитесь Практически Вот мы Сегодня Отвечаем Два человека Решают Жить им Вместе Или нет Тащить им Этот воз Впрягаться В эту упряжку Или нет Это их дело Но вот то Что касается Именно С точки зрения Духовной жизни Чистота То есть Девственность Как Невеста Так и Жениха Не будем И ему Давать Какие-то Поблажки Является Очень таким Ну может Современным Языком Выражаясь Таким Очень важным Стартовым Капиталом Имея Который Человек Может Вести Свою дальнейшую Духовную жизнь Если же человек Духовная жизнь Для него Является Чем-то Если не хобби То по крайней мере Чем-то Третьеразрядным Если не сказать Больше То наверное Для него Это особенное Значение Не имеет Да Ну вот Посмотрите Святых отцов Очень часто Упоминается Такое Ну не знаю Психологами Это отмечено Не отмечено Не интересовался Но Грех Вот это вот Связанный С этой Сферой Человеческой Жизни Как взаимоотношения Полов Вот эта страсть Она Уж очень убийственно Действует Именно на Духовную жизнь Человека Своего рода Если так Условно говоря В человеке Есть некий орган Который отвечает За духовную жизнь То это та страсть Которая Очень быстро Его разрушает Поэтому я говорю Что это очень важный Такой стартовый капитал Для того Чтобы строить На основе него То есть Целомудрие Целомудрие Важнейший капитал Но Важней Ну Не будем говорить О капитале Это уж условно Понятно Что Например Почему Если Девственник Идет в монастырь Или девственница Он гораздо быстрее Преуспевает Во всех добродетелях Монашеских И в духовной жизни Потому что Страсть Ему неведома Эта страсть На практике Он борется с ней И Господь Дает ему такие награды Если же человек Ну В этой страсти Подвержен Если он уже Попробовал Поимел опыт Во первых Человек Уже имеющий Так сказать Сексуальный опыт До свадьбы Когда мы говорили О романтических Таких Возвышенных Отношениях То об этом Как правило Можно забыть Этого больше Не будет Никогда Эти Чувства В той степени Чистоты Доступны Только Именно Людям В девстве Имеющий опыт Да У него что-то будет Но Никогда не будет Именно той Возвышенности Кроме того Мы говорим О том Что Ну Блуд Блудные страсти Это смертный грех И даже вспоминали Древние Канонические Прещения Эпитемии Которые Накладывались По Василию Великому Например За Блудодеяние От Решения Церковного общения От 7 до 10 лет Прелюбодеяние Помним До 15 лет До 15 лет Точно так же Как неумышленное убийство То есть Вот это Ча жесть греха Ну а дальше Каждый строит Свою Судьбу Сам Каждый Кто-то Ищет волю Божью Кто-то Назначает Волю Божью Кто-то Свою Выдают Волю Божью Тут уж Понимаете На том Господь Создал Дал нам Свободу Сделал нас Свободными Людьми А не Биороботами Для того Чтобы мы Искали Определяли И строили Из ошибок Делали Работу Над ошибками И выводы И так Дай Бог Войти в Царство Небесное Спасибо Отец Александр Вопрос У нас еще Да Батюшка Можно задать Вопрос Да Конечно Вот У меня Племянник 29 лет И вот Он встречается С женщиной Которая Старше Его На 5 лет И Понимаете Говорит Что Якобы Ему С ней Хорошо А Она Предлагает Родить Ребенка И Как бы Его Где-то Даже И Преследует А Мы Решили Его Познакомить С девушкой Православной Невинной Ей 19 Лет И Она Хочет С ним Познакомиться А Он Говорит Ну Ее Надо Всему Учить А Эту Учить Ничему Не Надо Вот В интимной Сфере Да Вот Видите Какие Ситуации Православных Людей Да мне кажется Не надо Калечить Судьбу 19-летней Невинной Православного Существа При такой Ситуации При данной Ситуации Если человек Таких умонастроений Конечно И такое Отношение Заведомо Я не думаю Что-то Здесь Хорошее Получится Но Кроме того Задаете вопрос Вы А не Он Соответственно Те Проблемы Которые Озвучили Вы Для него Вряд ли Не имеют Какое Нибудь Значение Его устраивает То что он Делает Он доволен Ну а Последствия Будут В надлежащее Время Дай бог При жизни Спасибо Отец Александр Мартыненко Валентин Лебедев Редактор Журнала Православная Беседа В прямом Эфире На радиостанции Радонеж Передача Любовь и верность Передача Подходит к концу Дорогие братья и сестры На вопросы Продолжают поступать Вот Пожалуйста Говорите Добрый вечер Добрый вечер Отец Александр И Брат Валентин Валентина Это Говорит Антоний Сурушский Митрополит Вот его цитата Тайна любви К человеку Начинается В тот момент Когда мы На него смотрим Без желания Им обладать Без желания Над ним властвовать Без желания Каким бы то ни было Образом Воспользуются Его дарами Или его личностью Только глядим И изумляемся Той красоте Что нам Открылось Да будет Наверное так Митрополит Антоний Сурушский Таинство любви Простите Конечно Замечательные слова Но надо Отдавать себе Отчет Что для того Чтобы действительно Так любить Эту любовь По Богу Человеку Придется Столько из себя Грязи вытряхнуть А это столько сил И столько времени Это далеко Не все доходят Это тридцатая ступень Лестница Или святость Да Ну вот у нас Тут поступают Вопрос Понимаете Один другого Уже Я имею ввиду Вопросы письменные Я уже не напоминаю Телефонты Нашего эфира Постоянно радиослушатели Его знают Конечно Поскольку уже Пять минут Остается до конца Вот Это не секрет Конечно Звонить можно Я не о том Просто уже Нам надо Скоро завершать Передачу А пошли вопросы Какие-то Отец Александров Эти безрадостные Они-то все Связаны На следующей передаче Может быть Психологом Можете С вами Вот их уже Много Очень Вот Относительно Несчастной любви Прелюбодеяний В браке Измен Измен Связанных Любить Вот такие Вопросы Связанные С расставанием Да Ну вот Хочется Только тогда Один тогда вопрос Как бы базовый Все-таки Мы знаем Что Прелюбодеяние Является Канонической Основой Для Прекращения Брака Одним из условий Правильно? То есть он Де-факто Разрушает Сам брак По сути Я правильно Говорю Знают Это православные Люди И все-таки Это самое Вот Спрашивает Нас Ольга Это вторая часть Вопроса Мы потом Поговорим В следующей передаче Измена Фактически Разрушает Брак И сложно Требовать От людей Чтобы сохранить Того Чего уже нет А как быть С детьми То есть Она Хочет Потерпеть Судя по вопросу Она хочет Ради детей Оставить Отношения С мужем Всегда Ли то Что называется Вот напоследок Каноническим Условием А их там Еще ряд Есть Вот мы Не будем Обо всех Говорить Является Обязательной Причиной То есть Вопрос Как бы Логический Для развода Каноны Это не уголовный Кодекс Который должен Действовать Автоматически При совершении Факта Ну В данном Случа Прелюбодеяния Прелюбодеяния Это то Что позволяет Людям Прекратить Супружеские Отношения Вот нужно Это делать Или не нужно Целесообразно Или нецелесообразно В конкретном Случае Должны решать Сами люди Исходя Из всех Обстоятельств В том числе Прежде всего Наверное Из интересов Детей Потому что Не всегда К сожалению Наличие Двух родителей Обеспечивает Действительно Нормальную Может быть Жизнь Духовной Семьи Иногда Это Так сказать Предверие Ада Далеко Не всегда Когда семья Распадается Неполная Семья Это тоже Трагедия И вряд ли Она В любом случае Способствует Духовной Жизни Конкретно Требуется Решать В конкретном Случае Этот непростой Вопрос Из двух зол Выбирать Меньший Ну то есть Каноническое Это возможно Но не обязательно Не обязательно В данном В данном случае Есть каноны Которые Нет Мы говорим Сейчас О канонических Причин О Распаде Семьи Это Иудин грех В состоянии Простить И нужно ли Это делать Это решается Исходя из многих Многих факторов Понятно Спасибо Отец Александр Мартыненко В нашей студии Передача заканчивается С ним беседовал И с вами Дорогие радиослушатели Редактор Православной Беседы Валентин Лебедев В следующий раз Бог даст С отцом Александром Или с нашими Психологами С другим Батюшком Поговорим Вот об этом Непростом Вопросе Вот А сегодня Мы понятно О чем говорили Еще раз О воле Божией О не воле Человеческой Вот Которую мы принимаем По нашей слабости За волю Божию И о том Как хорошо напомнил Нам отец Александр Что супруги Это супруги Вот Что надо Впрячься Если мы говорим Про смирение И волю Божию И вести Воз Наших ежедневных Дел Из года В год Хотел сказать Из век в век Но некоторые Перекочевали С 20-го 21-й И тогда мы узнаем Действительно Братья и сестры Что такое Подлинное счастье А святые отцы И православные мудрецы Христианские Даже в целом Учат нас Вот Что Счастье на самом деле И блаженство Это одно и то же Это продуктивная жизнь А она бывает Только во Христе Спасибо Отец Александр Спасибо Дорогие радиослушатели Мы прощаемся Дорогие радиослушатели До свидания Да Бог даст До следующей передачи В прямом эфире Во вторник Мир вам Счастья Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому